Друзья, всем привет! Если вам нравится оформление нашего винегретика, оставайтесь с нами, мы начнем готовить. Так, делаем винегретик. Нарезаем кубиками мелкими, мелкими кубиками, нарезаем соленый огурец, добавляем зеленый горошек. Куда же идет капустка. Кстати, капустка ложится по желанию, потому что у нас есть соленый огурец. Если не хотите капусту, ложите соленый огурец. Если не хотите соленый огурец, можете положить капусту. Но один из этих ингредиентов должны быть в винегрете или то и другое. Уже отваренные и чищеные картофель и морковь мы тоже режем мелкими кубиками. Добавляем наш салатик. Ну, а трюк со свеклой вы, наверное, все уже знаете. Берем растительное масло, заливаем нашу свеколку, хорошо перемешиваем, для того, чтобы другие ингредиенты у нас не покрасились. Мы добавили морковку, мы добавили картошечку и свеколка у нас сейчас пойдет тоже туда же. Все тщательно перемешиваем, перчим, солим, все делаем по вкусу. Смотрите, какая красота у нас получилась. Какие яркие цвета насыщенные. У нас есть еще зеленый лучок. Что с ним будем делать дальше, сейчас увидите. Готовый винегретик мы выложили в красивую чашку блюда, которое мы будем ставить на стол. Оставляем ее не до краев, набираем, потому что мы сверху сейчас засыпем все луком. И для того, чтобы было удобнее брать и перемешивать салат, мы его делаем не до краев. Высыпаем зелень. И равномерно мы сейчас его распределим, лучок. Распределили лучок, теперь начинаем оформлять наш салатик. У нас есть вот такая красивая зелень петрушки. Будем красиво оформлять. И вот такой красивый винегретик у нас получился. Посередине мы поставили розочку из свеклы и покрыли все петрушечкой. Вот такая красота. Продолжение следует.